Я бы сказал, не состояние кожи хорошее, а машина напидориная хорошо. Я никогда не снимаю, когда люди мне разрешают. Итак. У этого автомобиля есть три ключа. Есть у него Webasta. Есть у него система Start-Stop. Значит, такой комплектации ранее я не видел. Зад коробки сухой. Другие парни смотрят. А вот оно когда сгнивает, вот тогда подушка пропускается. Ребят, всем привет. 15 февраля. К сожалению, 14 февраля мы провели в дороге, а не со своими любимыми. Ну, так или иначе, издержки производства. Итак, иду по пути приобретения автомобиля. Значит, этот автомобиль был приобретен в Эстонии, в городе Тарту. Это у нас Hyundai Santa Fe. Этот автомобиль не крашен ни один элемент. Этот автомобиль имеет одного хозяина. Этот автомобиль имеет 110 тысяч подтвержденного пробега. Ну, здесь из недостатков, я думаю, что здесь забит сажевый фильтр. Потому как бушные машины без недостатков, ну, как показал опыт, просто не бывает. Хотя у нас он прожегся на дороге и все стало замечательно. Так, теперь о комплектации. Этот автомобиль в коже. Он с электрическими регулировками. Выше, ниже, вперед, назад. Этот автомобиль имеет 110 тысяч на момент покупки подтвержденного пробега. Сейчас в документах рыться долго, но поверьте. Я, если машины покупаю, то я требую подтверждения пробега. Или же я сразу говорю о том, что он не подтвержденный, а заявленный. Очень мрачное место. Это вот эта подушка. Ну, это политика Кореи. Они экономят на материалах. Но, тем не менее, делают такие зажигательные автомобили. Не складывающиеся зеркала, но регулируемые. Багажник собирается практически в ровный пол. Ну, он неровный, но людям с невысоким ростом на рыбалке можно даже здесь попробовать выспаться. Этот автомобиль достался на зимних колесах. Единственное, что... Сейчас покажу прикол в анонсе. Я никогда не видел, чтобы вот так вот балансировали колеса. Ой, с таким большим количеством грузиков. По багажнику... По багажнику у нас все классно. По резине... По резине досталось... Ну, не идеальное, но еще очень классное. Классная летняя резина на дисках. Купили этот автомобиль за 6800 евро. Будем пробовать растаможить по цене в 3300 евро. Но я понимаю, что цену наверняка нам поднимут. Но я не думаю, что ее поднимут на 6800, как мы его приобрели. Этот автомобиль имеет кенгурятник, поставленный еще в Германии. И по роге. Имеется ввиду. Нерджи вены, красивые. Ну, как по мне, это такое лишнее. Значит, по шарику видно, что прицеп... В принципе, если тягался, то совершенно мало. Поэтому машина это не насиловалась. Также оснащена она задним парктроником. Аудио Роуд. Значит, эта машина интересна тем, что такой комплектации я, в принципе, не видел. Этот автомобиль 2009 года. Этот автомобиль имеет одно подкрашенное место. Есть фотография того, как оно было приобретено до того, как. Этот автомобиль также достался на зимних колесах. Ну, как по мнению, слегка узенькие, как на велосипедике смотрятся. Но зато еще вполне сносная резина. Хватит докатать этот сезон. Передний и задний парктроник автомобиль этот имеет. Есть у него камера заднего вида. Есть у него боковые стекла триплекс. Лобовое стекло у него атермальное идет. Имеется в виду теплопоглощающее. Есть у него камера слежения за полосами движения. Так, ну что, побежали по комплектации. Ну, поддержка для ног это не новинка. Регулировка электрическая в Audi. Это, оказывается, большая роскошь, как многие знают. Зеркала складывающиеся. Зеркала с электрообогревом. Есть память сидений. Есть офигительная музыка. Включать ее, конечно, не буду, потому как оно не передаст. Есть подогрев руля. Все эти механизмы работают. Так, этот автомобиль имеет систему старт-стоп. Значит, этот автомобиль имеет боковые... Если видно на зеркалах, сейчас покажу. Вот, в контрольной точке, здесь мертвая зона. Этот автомобиль имеет люк. Правда, искали с темным потолком, но сделали выбор в пользу этого автомобиля. Регулировок плюшек у него всяких очень много. Здесь есть родной вебаста. Он работает. И причем работает очень даже далеко. Здесь есть Bluetooth. Здесь есть возможность поставить отдельную SIM-карту на... Он ставится отдельно SIM. Две SSD. Навигация здесь работает по всему миру. Единственное, что не везде она детализирована. Видит даже Украину. И причем, ну, довольно большое количество дорог. Не все, но тем не менее. Мы имеем подогрев сидений передний и задний. Подогрев передних и задних сидений. Относительно состояния салона. Как всегда показываю, сначала самое убитое место. Вот здесь вот начали уже сутаться нитки. По пробегу забыл сказать. Этот автомобиль имеет подтвержденного и по тюфу, и по сервисной книжке 230... По-моему, 3 тысячи... 233 800 было на момент покупки. Всякие плюшки вроде штор. Подогрев сидений я уже показал. Поднимающиеся сиденья ляду. Здесь есть шторка задняя. Достался перегородка в багажнике. Очень полезная плюшка. Колесо от Hyundai. Тая, которая не влезла. Здесь есть электрический фаркоп. Ничего могу сказать. Очень офигительный, прекрасный Audi. Ну, как он едет, как он наваливает, я думаю, рассказывать, в принципе, об этом не нужно. Более детально о выборе снизу. Да, о недостатках этого автомобиля. Здесь слабенький компрессор и из-под заднего правого натяжителя на моторе немножечко сопливит масло. На холодную ничего не дребезжит, имеется в виду. Болезнь этих моторов в том, что когда заводишь на холодную автомобиль, дребезжат цепи. Здесь такого нет, здесь все замечательно. Ну, и был приобретен автомобиль по цене в 10800 евро. Будем пробовать провести его по цене 6500, имеется в виду растаможник. Пожелайте нам удачи. Поехали мы в сторону Киева. Хотел бы отдельное спасибо сказать парню из Киева, даже, наверное, его семье. Он для нас занял очередь. Когда мы еще только выезжали с Риги, он уже стоял на таможне. Вот такие вот отчаянные люди, имеется в виду те, которые с семьей едут для выбора автомобиля. Поэтому спасибо Виталий, спасибо Виктория. Вы нас спасли от... Ух ты, е-мое, как он быстро пошел. Вы нас спасли от двухсуточного простоя, если можно так сказать, на таможенном пункте. Ягодын, мать его. А вообще мы прошли, сколько, 10 часов, с учетом того, что за время пути Виталий простоял еще 14. Спасибо добрым людям, которые меня окружают.